всем привет привет меня зовут алина и вы на моем канале сегодня я вам расскажу что я вязала в последнее время в последнее время я очень мало вижу и покажу совсем мало наверное то что я навязала начала я извязать свою пряжу травка сейчас вы видите такое полотно разноцветное это я начала извязать свою пряжу травку который мне подарила оксана моя подписчица спасибо ей огромное так как у нас эту пряжу ее не купить сейчас вот такая пряжа от фирмы alize тут у нее в 100 граммах 110 метров у меня ее очень много спасибо оксане еще раз она мне прислала ее несколько моточков даже уже не помню это было уже очень давно поэтому я решила ее и связать потому что так как сейчас я игрушки практически не вижу и поэтому не вижу я игрушки все потому что некуда их ставить на продажу поэтому я начала вязать этот пледик вот мне так нравится травка как получается я конечно хотела бы более рыхлого сделать его но у меня на длинном тросе оказалось только четыре с половиной толщина спиц вот они трос у меня на метр двадцать и я решила и связать и вот началась зелененькой травкой так как у меня самое больше это изнаночная сторона тут практически не видно где изнанка где лицевая поэтому вот такие идут полосочки сейчас я начала вот таким зелененьким темно зелененьким и пока я вязала вот этот пледик мне так захотелось вязать игрушку именно овечку из этой пряжи я сейчас покажу вам чуть попозже детали этой овечки ну примерно у меня этот пледик будет метр не знаю на сколько я решила и связать все что у меня есть но оставила себе конечно те цвета которые мне больше нравятся для овечки хотя у меня овечка была в таком оранжевый цвете на такая прикольная была но она очень очень долго продавалась я даже не помню мне кажется я ее кому-то подарила поэтому вот из такой пряжи я делаю ежика круглые ежики которые мне кажется есть мастер-класс уже на канале последний раз я вязала игрушки наверное в месяце апреле вот тогда как мы переехали на дом и я практически не вязала ничего вот этот пледик начало сейчас ближе уже к зиме так потихонечку по несколько рядочку я уже наверное его месяц вижу и вот так он прикольный классный мягкий я думаю даже на кресло либо на детскую кроватку так для украшения не знаю для чего может быть кому-то я его еще подарю ну короче говоря не люблю чтобы у меня пряжа стояла без дела поэтому я делаю чехлы для подушек тоже такого небольшого для небольшой подушки она конечно красивая но когда используешь эту пряжу именно в везде ли она немножко вот это вот начинает вот прилипать скручивается и уже она не такая красивая как первоначальным я еще вязала жилетку из этой пряжи я показывала младшей дочери вязала она сильно пару раз ее но уже мало надо будет ее кому-то подарить что я еще вязала вязала я сейчас это я все уберу что мне мало так ярко и покажу дальше что я еще вязала связала я еще носочки носочки я вязала две пара но у меня осталось только одна пара одну пару я подарила поэтому у меня осталось только эта пара мы я уже рассказывал своих видео не раз что мне очень нравится вязать именно носки от мыска я прям очень полюбила этот вариант что теперь только так я вяжу носки раньше я ненавидела вязать носки все из-за пятки из-за закрывания мыска у меня не получалось никогда красиво закрыть мысок и и пятка у меня некрасивая была и я постоянно забывала как и правильно высчитывать поэтому вот так теперь я вижу только так одну пару у меня были и синенькие тоже так разноцветные я хочу и связать весь свой акрил и поэтому меня носки все такие разноцветные веселенькие сверху у меня тут идет резинка один-на-один которая продолжается полностью до резины мне очень нравится этот вариант когда резинка сверху потому что нам очень хорошо прилегает носки к ноге и не так быстро разнашивается они такие широкие становятся поэтому я иногда делаю так резинку бывает делаю и подлиннее и покороче смотря как и сколько у меня пряжа получилось они эти примерно на размеры 39 те которые были у меня в синей цвете были на размер это 36 37 они еще с плесками были с пайетками с пайетками были я их подарила уже не успела отснять и показать вам вяжу я на двух спицах как вы знаете кто не пробовал никогда вязать именно от мазка попробуйте это очень удобно мне лично было очень понятно сразу же пятку я вязала по мастер-классу алина вяжет и у нее также есть канал на ю тубе очень хорошо объясняет прям я очень долго не вязала пятку вообще не вязал и когда захотелось повязать что-то я немножко подзабыла как один момент тут вязать эту пятку я снова же зашла на ее канал и уже посмотрела этот момент и все мне сразу стало понятно и я уже спасибо также и огромное за ее труд она прям очень очень хорошо объясняет прям очень подробный мастер-класс у нее поэтому кто впервые начинает какое-то изделие спицами именно вязать но у нее есть и мастер-классы крючком но вот этот самый такой по крайней мере для меня сколько я мастер-классов не смотрела но у нее канал самый такой для самых начинающих вот носочки носочки я еще буду вязать у меня еще акрилы есть есть там розовый цвет зеленый цвет я еще буду вязать буду дарить скоро новый год да кстати у нас сегодня уже декабрь 7 декабря поэтому скоро новый год мы еще елку не поставили все ждем ждем отопление в доме пока пока не будет отопление вернется младшая дочь домой так как она у бабушки в гостях пока не поставили елочку еще уже очень хочется установить пока не поставили может быть я сниму этот момент украшение елочки посмотрим так носочки и как я уже говорила в начале видео что я решила связать игрушку из пряжи травка вот из этой пряжи вижу я вот основном детальки из алезе cotton gold хобби мне нравится эта пряжа тут на 50 грамм 165 метров так состав состав у нее идет 5 50 процентов хлопок и 45 акрил вот крючок тут рекомендую два и четыре а спицы три с половиной пять да я не представляю полотно ну конечно может какая-то сеточка у меня был начатый такого цвета вот он поэтому я уже довяжу детальки насколько хватит этим комочком а потом уже перейду из новой что я связала меня связала получается ушки уже будущие овечки связала хвостик на такое маленьким эта схема по принципу вязание зефирка овечка зефирка ее вяжут из пряжи дольче из этой толстой но я ее немножко переделала и вижу травкой вот начала ручку одну надо принести мне синтепон у меня там на улице в старом доме надо принести его и уже начала вязать и голову буду я вязать вот такую ярко-красную бордовую овечку крючком очень сложно вязать с этой пряжи нужно хорошее зрение чтобы увидеть все петельки либо сидеть и считать вот тут где-то получается у меня глазки будут идти в последнем ряду и после того как я заканчиваю полностью вязать и заполнять прятать кончики я беру расчесочку и именно расчесываю и вот все вот эти кончики они влазят обратно вот видите поэтому крючком вот она все прячется вовнутрь вся красота ее пушистая потом такую плоскую расческу или массажку какой-нибудь старый от куколок можно так расчесать и вся пряжа вот выходит на эту сторону можно немножко подстричь что тебе будут глазки но она прикольная мне очень нравится не знаю эта игрушка именно из этой пряжи вот я всегда перематываю в клубочек эту пряжу что спицами когда вижу что крючком потому что если ее не перемотать тот кубок он такой рыхленький и может потеряться запутаться сильно поэтому вот так буду вязать я смотрю мне плотность почтение поменялось вязание крючком хотя я уже крючком уже очень давно не вязала поэтому буду вязать и дальше мне очень захотелось игрушек хотелось бы связать еще каких-то быков как вы знаете этот год год пока и поэтому не знаю хотелось бы связать в подарок но посмотрим будет ли у меня времени и желанием хотела бы еще в конце видео как говорится или как о последнем моем прямом эфире который был на канале я его удалила удалила потому что повалились грязные комментарии по поводу него и не знаю мне как-то стало очень неприятно это поэтому я не буду оправдываться ничего и поэтому я решила его просто удалить а поэтому кто меня любит и ждет моих видео пишите пишите комментарии пишите в соц сетях я постараюсь оставить ссылку еще на мой второй канал если кому-то интересно почему я так часто выпуск редко выпускаю видео на к на вязальном канале то если вы посмотрите мой второй канал я думаю вы поймете потому что времени совсем нет поэтому вот так спасибо всем кто пишет мне приятные комментарии пожелания я стараюсь сразу же ответить хотя бы сердечко ставить по мастер-классам и просто так здравствуйте где вы пропали мне даже и так очень приятно все спасибо всем за внимание я надеюсь что не буду уже так часто пропадать так как сейчас зима на улице нет такой работы и поэтому думаю видео будут хотя бы вот такими коротенькими но будут все всем до новых встреч пока пока а а а